ЦСКА чемпион страны 1991 года. Заслуженная победа команды, которую тренирует великолепный тренер Павел Федорович Садырев. 27 октября 1991 года. Москва. В тот день столица СССР была полноправным центром футбольной жизни страны. В этот день проходили сразу две невероятно интересные топовые встречи. Спартак Торпеда и ЦСКА Динамо. И два московских дерби оказались поистине судьбоносными. У ЦСКА к началу этих матчей было 41 очко в активе. У Спартака, который шел вслед за ЦСКА на второй строчке, 39. А потому эти встречи фактически и были ключевыми и решающими для судьбы чемпионата. И они стартовали в одно и то же время. Советские телевизионщики тогда устроили полноценный телемост, показывая отрывки то одной встречи, то другой. Мы решили сделать перекличку. Показывать 10 минут с одного стадиона, 10 минут с другого. И итог этих матчей удивил многих. Спартак, до этого великолепно игравший московские противостояния, уступил Торпеда со счетом 1-2. Но и ЦСКА воспользовался ошибкой своего главного конкурента и добился победы, которая стала для них чемпионским аккордом. Таким образом, армейцы выиграли последний титул чемпиона СССР. Страны, которая через два месяца официально прекратит свое существование. Скажите, Павел Федорович, все-таки в чем главная сила ЦСКА в нынешнем сезоне? Я думаю, что в дружбе. Весь сезон команда провела как бы на одном дыхании. Я очень благодарен нашим ребятам. Тогда мало кто понимал, что будет дальше. Ходили слухи про совместный чемпионат СНГ и даже некую объединенную сборную, которая будет выступать на постоянной основе. Напомню, что сборная СНГ в итоге действительно попала на чемпионат Европы 1992 года, но дальше не заладилось. И таким образом мы увидели, что в очередной раз воля политиков вмешалась в спортивную жизнь. В следующем сезоне международных турниров мы уже получили отдельные российские команды, отдельные украинские и так далее. И сегодня мне хотелось бы вспомнить про первый еврокубковый поход российских коллективов. Тогда, напомню, московский ЦСКА на правах чемпионов СССР попал в Кубок Чемпионов. Тогда этот турнир назывался все еще Кубком. Ну и в общем-то был действительно чемпионским трофеем, потому что туда попадали только обладатели золотых медалей. Ну а что касается остальных коллективов, Динамо и Торпедо попала в Кубок Уэфа, а Спартак отправился защищать честь страны в Кубок Кубков. И сегодня мы вспомним европейские походы всех этих московских коллективов. И начинаем с ЦСКА, который попал в главный турнир Европы. Ворота, можно бить, удар, гол, блестящий удар, великолепная атака. Молодцы армейцы, 1-0 впереди наши. Распад Советского Союза чудовищно поменял спортивную жизнь в стране. И особенно сильно это сказалось на командных видах спорта. Футболисты, хоккеисты и прочие отправились за рубеж. Там, где и денег платят побольше, и перспективы казались покраше. И одним из самых-самых пострадавших клубов в этой истории оказался футбольный ЦСКА. Последний чемпион СССР лишился целого ряда ключевых исполнителей. Корнеев, Галямин, Кузнецов, Брошин, Татарчук, Дмитриев, Масолитин. Все эти армейцы, так скажем, перевелись в иностранный легион и отправились защищать цвета других коллективов. И мало этих проблем, так ЦСКА еще и потерял своего главнокомандующего. Выдающийся наставник Павел Садейн, который во многом и создал тот чемпионский коллектив ЦСКА, пошел на повышение. И стал тренером, созданный недавно сборной России. Совмещения тогда еще были не особо популярны, и поэтому клубную карьеру тренер-чемпион приостановил. Новым наставником ЦСКА стал Геннадий Костылев. Человек, который до этого работал в основном с юношескими и молодежными сборными. Работал не без успеха. Его команда стала бронзовым призером чемпионата Европы Ю-19, который проходил в Португалии. Но тем не менее, у наставника не было серьезного опыта работы со взрослыми футболистами и взрослыми командами. Поэтому сомнения, конечно же, были. И сейчас многие считают, что расставание Садерина и ЦСКА оказалось не очень удачным. И для армейского коллектива, который впал в кризисную череду сезонов, и для самого Павла Садерина, который, к сожалению, не смог реализовать себя в качестве наставника сборной. И его путь в национальной команде закончился легендарным скандалом с письмом 14, про которое даже вспоминать как-то противно. Все ребята собрались и... Пришли к такому мнению, по приезду в Москву мы должны как бы написать или письмо, или там... И на фоне всего этого светлой страницей в истории тогдашнего ЦСКА смотрелись Еврокубки. Потому что армейцы крайне удачно и достойно выступили в рамках Кубка Чемпионов сезона 92-93 года. И, разумеется, тот Еврокубковый поход армейцев запомнился многим великой победой над Барселоной. Когда ЦСКА с пацанами в составе смог выбить из турнира действующего обладателя, того самого Кубка Чемпионов. Великую Барселону Йохана Кройфа. Молодые не анализируют, да, у них еще нет никакого страха перед какими-то большими командами. Просто играет в футбол. Поэтому ЦСКА того сезона стал хрестоматийным примером того, как команда, проваливающая внутренний чемпионат, смогла как следует показать себя в Еврокубках, мобилизовавшись на топовых соперников и проявив свои лучшие качества против грозных оппонентов уровня той же самой Барселоны. Но в целом тот период для истории ЦСКА был, конечно, невероятно тяжелым. Дзембеля уехали и вот в армейский клуб пришло пополнение. Молодые ребята, которые, конечно же, не дотягивали до уровня предыдущего созыва. И как итог, первый чемпионат России сложился ужасно для армейского коллектива. Тогда Российская Лига проводилась по сложной системе. Был первый этап с двумя подгруппами. А дальше самые сильные команды из этих дивизионов отбирались в итоговую группу, которая боролась за чемпионство. Все остальные отправлялись в подвал турнирной таблицы и там, в своей собственной подгруппе, боролись за выживание. И здесь ЦСКА, действующие чемпионы СССР, чуть было не оказались в той самой группе выживальщиков, заняв лишь четвертую строчку в группе А. Ну а дальше в итоговом чемпионском забеге в элитной подгруппе ЦСКА занял лишь седьмое место. Это был, конечно, настоящий провал. И тем приятнее было смотреть на то, как коллектив показывал себя в Кубке Чемпионов. Следует отдельно отметить, что Кубок Чемпионов в те времена также сильно отличался от нынешней лиги. Там была очень сложная структура, которая многим может показаться непонятной. ЦСКА стартовал в 1-16 финал. Вот так вот сразу. После этого была, соответственно, 1-8. А дальше победители этих самых матчей 1-8 попадали в групповую стадию. Где уже было два квартета, которые определяли между собой будущих финалистов. С другой стороны, как я уже отметил, тогдашний Кубок Чемпионов был действительно Кубком Чемпионов. То есть там было по одному представителю от каждой страны, от каждой лиги. Поэтому тогда очень многое зависело от жаребьевки. Ты мог попасть как на опасного оппонента, в том числе на самой ранней стадии плей-офф, так и на проходного соперника. ЦСКА тогда повезло. В 1-16 финала Лиги Чемпионов они встретились с исландским Викингуром. То есть с откровенно слабым соперником, который добрался до этой стадии исключительно в силу специфики тогдашнего Кубка Чемпионов. Впрочем, совсем уж недооценивать этих исландцев тоже не стоит. Да и не стоит забывать про то, что у ЦСКА был очень молодой состав, который, возможно, был не до конца готов к подобным поединкам. Поэтому в первой встрече армейцы хоть и добились победы, но это была победа с минимальным счетом. В ответной встрече ЦСКА, конечно, показал себя куда ярче в плане атаки, забив сразу четыре мяча, но здесь же следует отметить и два пропущенных, которые, конечно, были тревожным звоночком. Ведь дальше ЦСКА ждала та самая Барселона, великого Йохана Кройфа, с гениальными футболистами, выдающимся голкипером Субесаретой, с Гвардиолой в качестве лидера оборонительной фазы и кучей классных футболистов, которые способны показать себя в атаке. Ну а оставшуюся часть ролика вы сможете увидеть в моем блоге на платформе Бусти, где я опубликовал ролик с разбором матчей ЦСКА в Лиге Чемпионов 92-93, а также выступлений Спартака в Кубке Кубков и выступлений Торпеды и Динамо в Кубке УЕФА. Разбор того Еврокубкового похода уже загружен и доступен для просмотра на Бусти. Проходите по ссылочке в описании и в закрепленном комментарии и подписывайтесь на мой Бусти. Ну и плюс к этому здесь же в этом блоге будут публиковаться прогнозы на абсолютно все матчи российского чемпионата. Перед каждым туром будет заранее подготовленное видео с прогнозами на каждую встречу. Так что контента на моем Бусти будет много. Советую всем подписаться и поддержать мой проект. Заранее благодарю, заранее всем спасибо.